доброе утро это укрлайф мы начинаем наши прямые эфиры гост нашей студии михаил волынец лидер независимого профсоюза корняков михаил доброе утро доброе утро ну давайте наверное с последних новостей что там на донбассе у вас то точно информация с первых рук совершенно недавно вернулся с донбасса с одной стороны на территории подконтрольной власти люди пытаются строить мирную жизнь опасается войны потому что я был красномейском районе где как раз состоялся обстрел города константиновки красномейском районе города горняка и село городовка где были применены кассетные бомбы конечно это очень тревожит людей в то же время люди взволнованы бездумными действиями украинских властей которые совершенно не заботятся о том какая же жизнь у граждан донецкой и луганской области при фронтовой зоне ну например остановились шахты не выплачивается вовремя азарт на плат дано указание в устной форме на 20 процентов сократить численность работников на угольных предприятий подчиненных в собственности государства спрашивается ну как так можно действовать не думая о людях не думая к чему приведут такие указания почему мы закрываем эти шахты сложно сказать вот смотрите донбасса переместилось очень много беженцев куда они переместились города донецка они переместились в город димитров красномест где живут их родители это молодые люди которые хотят работать работы нет то же время сокращает 20 процентов численности тех кто уже имеет работу понимаете какая тревога какое беспокойство людей и плюс еще не своевременную выплату зарплаты и последних две недели остановка шахт причина причина банальная 29 января 29 декабря прошлого года было заключено два контракта с одной стороны украинская государственная компания укр интер энерго заключила контракт с российской компанией на поставку электроэнергии с россии в украину и второй контракт на поставку электроэнергии с украины в крым во-первых нас теплая зима поэтому эта электроэнергия оказалась лишней за исключением нескольких дней когда были сильные морозы и электроэнергия покупается по предоплате за валюту вот по сегодняшний день с 1 января уже проплачено 580 миллионов гривен это без ндс и куплено электроэнергии в количестве 850 миллионов киловатт то есть больше то есть большие объемы купленной электроэнергии по цене выше чем на внутренне внутреннем рынке украины ну например тепловые электростанции имеет ограничения на отпуск электроэнергии в энерго рынок 72 копейки за киловатт в россии в январе покупали по 80 по 85 копеек январе феврале цена 83 копейки то есть и разница в январе составляла 13 копеек это серьезно и поэтому эта цена легла в тариф для всех нас для всех потребителей для предприятий для любого гражданина для иностранца который приехал нашу страну гостиницы включил выключатели мы уже в тариф то есть ему в стоимости проживания все это вложили то есть идет ограбление страны но поскольку электроэнергия излишне то остановились блоки тепловых электростанций которые работают на газовых марках угля и и на точек на антрацитах блоки остановились и наши шахты не могут отгрузить уголь потребителю то есть тепловым электростанциям этот уголь оказался не нужен так это еще февраль месяц когда есть перепады температуры резкие но придет март придет апрель придет май когда люди еще не включат кондиционеры и излишек электроэнергии приведет тому что остановится тепловая электроэнергетика наша блоки остановится и там тоже не станут получать зарплату и пойдет разрушение всего топливоэнергетического комплекса эти контракты заключены под эгидой министра топлива энергетики владимира васильевича дым чешина она долго не заключен на год кроме того что украина должна будет заплатить и большие штрафы в том случае штрафные санкции в том случае если откажется от выполнения этого контракта и дальше условия контракта предусмотрено что спор может разрешаться только в московском суде какая знакомая формулировка и когда этот вопрос я поднял 28 февраля у премьер-министра от той ситуации которая может привести при выполнении таких контрактов при соблюдении таких контрактов и когда премьер спросил у министра что значит такой контракт тот сказал я не обязан отвечать какому-то премьерушку то есть член кабинета министром министр энергетики угля вадим дым чешин ответил премьеру что я не буду отвечать премьерушку я человек президента я являюсь политической фигуры по его квоте и я человек безответственный я человек не несу ответственности за все то что натворил уже на данный момент и об этом общество должно знать потому что беда вся впереди вот например в 26 числа начнут очередной этап акции протеста шахтеры по добыче угля до 26 февраля буквально через пару дней почему они это делать буду делать потому что остановлены шахты потому что закрывается бездумно шахты потому что они теряют рабочие места потому что им не платят зарплату вот горно спасатели они еще с августа несколько сот человек до 700 человек еще с августа они получали ни разу зарплату это те люди которые переместились оккупированной территории вот как им живется о них не думают им просто с бюджета не выплатили зарплату и об этом никто не думает премьер-министр дал поручение министру энергетики демчишину создать комиссию под руководством министра энергетики с участием личным участием министра финансов министра экономики министра социальной политики и министра инфраструктуры развития и кроме того с участием соответствующих руководителей от энерго рынка вот энкарае и так далее от всех ведомств которые имеют отношения энергетические вопросы и финансы и финансовый банк финансовой деятельности страны но министр ни разу не собрал комиссию полном составе министры которых я назвал они ни разу не присутствие на заседании комиссии поэтому поручение премьер-министра не выполнено вот вам причина очередного этапа акции протеста ну понятно что еще два месяца назад восстали шахтеры нововолынска просто восстали они ждали примен они даже поддерживали эту министра него защищали и вдруг полнейшее разочарование у людей потому что министр заявил несколько дней назад что энное количество шахт будет закрыта энное количество шахт будет поставлена на сухую консервацию и при этом он перепутал сколько шаг будет закрыта окончательно уничтожено сколько еще шахт будет поставлена сухой консервации остановлено и с существенным сокращением численности он даже не понимает когда он путает эти цифры что за этим стоят судьбы людей десятки сотни тысяч людей граждан украины то есть к людям относятся как расходному материалу относятся как такой рабочий как силе рабочий который можно использовать как который можно вытирать ноги и такие горе руководители горе министры они даже не понимают что они являются лицом страны что они это лицо портят и что они наносят очень огромный ущерб моральный гражданам они разрушают при этом экономику и я не могу понять президент знает кого назначает кого он предлагает назначению в парламенте депутаты понимает за кого они голосуют и какие последствия после этого происходят в экономике жизни граждан сколько шахт останется вот после вот всех этих консервации закрытия и так далее сколько шахт на не оккупированной территории на украине осталось но всего а в стране до начала войны было 150 шахт на не оккупированной территории оставалось 35 шахт из них 28 работали по добыче угля некоторые затоплены некоторые силу разных причин не добывают уголь но большинство из этих шахт практически полностью установили свою работу из 28 из этих 28 практически остановили работу вот можете представить это время с россии поставляется электроэнергия в больших объемах по высоким ценам по кабальным условиям кроме того когда начали разбираться эксперты оказалось что россия 50 процентов своего экспорта в украину 50 процентов этой электроэнергии направляет прямо на территорию лнр лнр не рассчитывается с украинским энерго рынком то есть украина оплачет валютой исключительно по предоплате электроэнергию который поставляет россия на оккупированную территорию для поддержания войны и содержание там российских войск на оккупированной территории украинской украинской территории оккупированной россией вот вам цена безответственности нашей власти потому что премьер ничего не сделал после того когда дэмчишин ему нахамил когда дэмчишин не дал объяснений по этому контракту это этот контракт он где-то равноценен тому контракту по поставкам газа который мы имели в предыдущие годы а вот и он получит этот контракт получит громкое расследование оценку этой ситуации но жалко что последствия будут иметь цену разрушенной угольной промышленности украинской в полной зависимости от россии от энергоносителей и разрушение тепловой электроэнергетики потому что если мы сейчас зависим уже от поставок электроэнергии с россии то в любой момент россия может прекратить как поставку газа угля мазута электроэнергии и разрушат в одночасье всю энергосистему страны ее нельзя будет запускать при поддержке стран европейского союза невозможно другие технические параметры исключительно можно будет запускать случае разрушения украинской энергосистемы только с территории россии и под контролем россии понимаете какая степень разрушения страны может наступить в результате безответственных действий потому что польша отказалась от российских более качественных углей которые на 30 процентов были дешевле на польском рынке чем польские угли и польша отказалась таких углей от российских углей польские правительства самостоятельно приняли решение выделить государственные средства государственной поддержки для поддержания деятельности компаний польских которые работают на угольном рынке польши то есть свою поддержку добычи собственно угля в украине с 1 января в одночасье прекратили поддерживать угольные предприятия государственные и это сделано против против ввес в нарушение договора коалиционного договора в парламенте где было предусмотрено каждый год на 20 процентов сокращать выделение средств государственной поддержки в угольной промышленности просто резко сократили ну то есть убрали всю господдержку и даже не предусмотрели финансирование 10 шахты на волынской шахты новостройки но вот очень важный вопрос очень многие же говорили михаил что вот те шахты которые остались на нашей территории они не решают вопрос с углем на теплоэлектростанция и что мы все равно вынуждены зависеть либо от российского угля который будут грузить там условно говоря отгружать на эти станции либо от электроэнергии которую мы оттуда получаем вот я вам задаю прямой вопрос давайте себе представим что вот нет российского угля нет российской электроэнергии ничего нет есть только шахты которые остались на не оккупированной территории и наши теплоэлектростанции вот они достаточно ли нашего угля который мы можем потенциально тут добывать для того чтобы вот все-таки обеспечивать украину не было перебоев с поставками электроэнергии я осознаю что вы хорошо понимаете этот вопрос и хорошо им владеете но я хочу сказать другое что при всем дефиците углей на тепловых электростанций на складах тепловых электростанций я говорю о том что сейчас оказался не нужен уголь и шахт на территории подконтрольной украинскому правительству что останавливаться блоки тепловых электростанций из 88 блоков сейчас работает 38 50 блоков не работает потому что идет электроэнергия из россии не потому что не хватает угля это же очень важный продукт это важный нюанс потому что вы же помните как мы говорили что не хватало угля да вот а теперь же ситуация совершенно другая вот я теперь кроме угля с россии еще покупаем электроэнергию и это вина нашего правительства понимаете здесь вот я самостоятельно пошел на заседание координационного комитета антикризисного координационного комитета по преодолению кризисных явлений в энергетике в частности в угольной промышленности возглавляет этот комитет вице-премьер вашевский как мне показалось что человек компетентный очень быстро ориентируется в ситуации и я рассказал как сейчас эту проблему и в него сразу возник вопрос что это бизнес коррупция или что-то другое но кто-то сказал может быть политика но тогда он позвал специалистов не политику а специалистов и спросил что это такое они просто показали что 50 процентов российской электроэнергии оплачены украиной россия поставляет на купированную территорию для создания благополучных условий для нахождения своих войск на украинской территории которая купирована тоже россии там наши люди в том числе но тогда надо быть внимательным почему в это время бандиты бомбят луганскую тепловую электростанцию они получают электроэнергию оттуда почему они бомбят и разрушают углегорскую тепловую электростанцию которая находится рядом с дебальцевым почему они обстреливают еще одну тепловую электростанцию в красномельском районе это кура хуская тепловая электростанция сразу под обстрелом боевиков и российских войск находится три мощнейших тепловых электростанций в том числе и славянская тепловая электростанция тэц то есть россия разрушает всю энергетику нашей страны в том числе на территории подконтрольной украинской власти в то же время россия поставляет электроэнергию на оккупированную территорию за счет оплаты с территории украины и вот я хочу еще следующее сказать что 29 декабря прошлого года когда заключался контракт его подписал руководитель украинтер энерго со стороны украины человек который был назначен в этот же день вот его назначили ему сказали подпиши контракт и человека который не вел приговоры которые ничего не понимает человек со стороны взял подписал контракт понимаете вот вот сложно оценить почему происходят такие вещи почему этот вопрос не получил резонанса сегодня уже почему эта ситуация не справлялась единственно когда вот был поднят этот вопрос нами то а цена была сбита на две копейки в феврале месяце снижена цена на поставляемую электроэнергию с россии но в то же время согласно другого контракта подписанного в тот же день 29 декабря прошлого года украина должна поставлять неграничном количестве электроэнергию в крым по цене ниже рыночной на украинском рынке и там российские войска они постоянно угрожают территориальной целостности материковой части украины и мы даем туда неграничное количество электроэнергию в то время когда в нас отключается предприятие верным способом в то время когда в сельской местности отключается населенные пункты многие предприятия терпят очень огромный убыток потому что они не могут произвести продукции другие предприятия которые должны потреблять эту продукции тоже останавливается тоже терпят убыток то есть если посчитать какой убыток нанесен сегодня украине мы поймем какая вот непростая сложная ситуация в энергии на энергетическом рынке украины кроме того правительство свое время издало постановление которым запрещает экспорт электроэнергии из украины есть постановление кабинета министров но здесь вот поставляется электроэнергию контрактом в крым да а в западную европу прекратили поставлять сейчас например компания detect чтобы не остановить и львовску волынский бассейн не разрушили чтобы не разрушились там государственной шахты пытается пробить через кабмин внесение изменений постановления кабмин о возможности поставки электроэнергии в западную европу для того чтобы не останавливать блоки для того чтобы не останавливать шахты чтобы люди могли иметь работу но надо иметь в виду и следующее что электроэнергия в западной европе ниже в цене чем у нас на внутричнем рынке серьезно да и намного она ниже ну там где-то на почти на 10 копеек но это при их то всех финансов возможно это серьезно это серьезно но в то же время мы с россии покупаем электроэнергию по более высоким ценам еще дороже еще дороже да но в целом энерго рынок украинский балансируется за счет атомной энергетики но тут еще следующее министр замахнулся на то чтобы и разрушить дальше атомные электроэнергетику который может производить где-то до семидесяти процентов электроэнергии в нашей стране почему замахнулся почему замахнулся он решил он решил что надо сократить значительную численность работников которые заняты в топливном ядерном цикле специалисты там готовится от 15 до 25 лет и и россия этим воспользуется подождут полгода потом на россии обратиться с жалобой магатэ о том что в украине низкоквалифицированные кадры и и и и и тому подобное что идет нарушение технологических процессов и и тогда будут приниматься уже санкции со стороны магатэ по отношению нашей ядерной энергетики и опять же но тут вопрос почему на должности в качестве министров в качестве нкре назначается мальчики которые ничего не понимают ничего не знают вот например руководителем карьера назначен мальчик который пришел из торгового центра билла там работал менеджером ему 24 года министр который тоже пришел где-то с финансовым финансового бизнеса который немножко несколько месяцев работал он руководителем интервью председателем интервью в и тут сразу министерский портфель вот вам степень безответственности и потери доверия от населения к власти это очень очень серьезный негативный симптом можно вот уточнение для себя то есть вот из того что вы сейчас сказали вот упрощенно получается очень странная ситуация что у нас сегодня есть более чем достаточно угля для того чтобы производить свою электроэнергию более того некоторые украинские предприятия страдают от того что они уже готовы ее продавать потому что девать некуда и мы в этот момент и мы в этот момент покупаем это все у России так то есть страны агрессора забирает последнюю рубашку вот бабушки забирает последнюю пенсию которая оплачивает высокие тарифы за воду за теплую воду за тепло за электроэнергию забирает последнюю копейку у инвалида у работяги платят за эту электроэнергию в высокую цену ну вот 40 процентов снова у нас подорожание ну естественно да и и оплату России за поставку электроэнергию производят исключительно по предоплате это абсолютно безответственность безответственность я даже не понимаю ну я не хочу применять таких слов что предательство потому что это надо доказывать я думаю что спецслужбы все-таки анализируют эту ситуацию рано или поздно все это прорвет все рано или поздно это будет вынесено на суд божий и я надеюсь что пресса та которая не контролируется сегодня исключительно не контролируется властью потому что где-то более двух месяцев назад я узнал о неприятном сюрпризе для себя меня внесли в черный список как человека которого нежелательно показывать действие которого нежелательно освещать средства информации ух ты у нас уже да и вот центр центральные средства информации которые контролируются властью они не берут у меня интервью они не размещают мои комментарии даже в качестве эксперта я могу попасть на такие эфиры как ваши то есть независимые эфиры и слава богу что вы существуете ну может они еще вернутся к этому вопросу может они просто там может они еще и вам жизнь усложнят я не знаю но и работает самоцензура наше общество не на такой ступени развития и психологической независимости каждого каждый гражданин не находится на таком уровне независимости поэтому ну а и какой выход вот михаил какой выход в этой ситуации то есть чтобы вот ваши какие понимания ваши представители вашей отрасли вот вы же знаете что нужно сделать в этой ситуации что могло бы спасти сейчас ситуацию ну если написаны письма президенту премьеру они отмалчиваются пиарятся письма а вот о чем? письма о том что остановлены шахты письма о том что не выплачивается азартная плата что идет разрушение анаркотической системы как фундамента всей экономики нет реакции нет ответа и как будто бы не было акций двадцать восьмого двадцать девятого января когда пикетировали кабинет министров и министерства то естественно шахтеры будут проводить очередной этап акции протеста и власть сегодня мобилизовала ну несознательно неумышленно мобилизовала все профсоюзы которые работают в угольной промышленности она нас объединила она мобилизовала шахтеров на протест и это происходит обвременно в всех регионах а сколько всего шахтеров у нас на сегодня тысяч десятков тысяч пятьдесят четыре тысячи шахтеров которые непосредственно работают на шахтах государственных шахтах не оккупированной территории но в то же время министр объявил несколько дней назад что более десяти тысяч людей должно быть уволено и он не ну просто ни слова ничего конкретно не сказал где эти люди должны быть трудоустроены он сказал единственное что министерство социальной политики этим будет заниматься но на самом деле сам министр ни разу не побеспокоился чтобы министр социальной политики присутствовал на заседании комиссии которая должна решать эти вопросы а я не подписал мумерандум который мы совместно готовили потому что там нет ни одного конкретного пункта который позволит решить кризисную ситуацию в энергетическом комплексе и в частности в угольной промышленности там нет ни одного пункта за исключением там предложение и обращение к власти выделить деньги из государственного бюджета как господдержка и больше ничего когда работала комиссия по подготовке мумерандума то в это время остановились шахты в это время возросла задолженность в пазарном плате поэтому нельзя было подписывать такой мумерандум профсоюзы ее не подписали часть депутатов которые интересуются угольной промышленностью вошли в эту комиссию они тоже не подписали наоборот уже 24 депутата организовались в группу в рабочую группу для того чтобы тщательнее изучать ситуацию в угольной промышленности и найти определенные шаги для решения проблем вот смотрите у нас были подписаны минске договоренности минск 2 то что мы называем и вот согласно минску 2 мы надеемся на то что мы восстанавливаем связи экономические разные с той территории оккупированной вот как вы себе понимаете насколько вот шахты ведь вы сказали было всего 150 на нашей территории осталось 35 то есть если грубо где-то порядка чуть больше 100 шахт осталось на оккупированной территории и вот вам известно что с ними случилось и вот они тоже большой вопрос если мы снова в лучшем случае как мы на это надеемся возвращаясь в единое экономическое пространство что с ними это делать там где-то 45 шахт работают из 100 на более чем 100 все страны да некоторые работают высокопроизводительно а некоторые добывают там 15 тонн в сутки 75 тонн в сутки работают на молотках работают три шахты в маке и в угле на огромных глубинах лавы лавы проходят добыча угля ведется лавами прямым ходом в тяжелейших условиях в мире нигде нет добычи в таких условиях если приукраинской власти контролирующие органы все-таки осуществляли жесткий контроль за условиями труда за технику безопасности в первую очередь то сейчас никакого контроля нет в любой момент там произойдет взрыв и погибнут десятки людей дай боже чтобы не сотни и об этом никто не думает почему бандиты должны думать что погибнет там несколько десятков рабочих если они каждый день убивают рабочих убивают безвинных людей убивают украинских патриотов поэтому на той территории создана такая зона рабства эксплуатации людей по большинству им по большому счету там не выплачивать зарплату если на ряде шахт макеев угля или в торезе или снежном выплачивать деньги то это делается в виде материальной помощи без отчислений средств пенсионный фонд фонды социального страхования естественно никакой речи не идет о выплате пенсии больничных просто так захотели выплатили кому-то пособие захотели не платят люди живут в тяжелейших условиях кроме того морально жить людям тяжело потому что они зазомбированы они не знают объективной правдивой информации и патриотов оттуда выбивают патриотов уничтожают людей просто с украинской позиции или тех кто интересуется более широкой информацией что происходит в мире их арестовывают или их уничтожают вот например семья фурманюк фурманюк Екатерина была в свое время арестована и подверглась очень сильному насилию издевательствам как женщина ее отпустили пришли забрали мужа тоже журналиста он удерживается казаками даже сейчас незаконными казацкими формированиями и находится очень тяжелых условиях сейчас мы все беспокоились чтобы он был в списках ООН чтобы он попал в список ОБСЕ чтобы ее возможно можно было обменять на боевиков для того чтобы спасти ему жизнь то есть такие как фурманюк подвергаются насилию издевательству их пытаются морально сломать их пытаются просто убить уничтожить поэтому многие живут в страхе если они не изменили свои позиции если они остались патриотами если они считают себя гражданами Украины они вынуждены жить в постоянном страхе многие которые хотели бы сюда переехать на нашу территорию имеют сейчас сложности потому что оформляют разрешение и это очень непростой процесс умышленно все это тормозится блокируется люди не могут вовремя сюда приехать и кроме того они здесь никому не нужны по большому счету потому что они создаются рабочие места можно было бы организовать общественные работы люди с удовольствием работали люди зарабатывали копейку народ в Донбассе гордый Людмила мы с вами из Донбасса мы знаем насколько там геройские люди гордые и когда они убеждены и когда они сознательно прилагают максимум усилий чтобы приехать сюда на территорию и осознают что они не получат здесь работу что в лучшем случае не получат пособие то естественно есть проблемы и я опять возвращаюсь к тому что наша власть должна думать об этих людях должна относиться ответственно к их судьбе и понимать что это наши граждане и понимать то что эти люди свое время вернуться жить на Донбасс вернуться на свою историческую родину малую родину и они должны помнить что здесь о них беспокоились не только волонтеры не только мы с вами а что их судьбой ответственно интересовались органы власти и создавали для них лучшие условия жизни михаил вот у вас остались какие-то контакты с вашими членами независимого профсоюза которые вот на оккупированной территории вот что они говорят вот сейчас часть шахт работает куда они девают свой уголь зарабатывают ли на этом боевики которые там или там все еще сложнее давайте возьмем конкретно тепловую электростанцию Старобешевская в Донецкой области она контролируется сыном Януковича по-прежнему расчеты ведутся через украинские филиалы украинских банков на нашей территории материальная помощь актерам тоже производится выплата через нашу территорию Александр Янукович зарабатывает деньги и немалые потому что используют рабский труд нельзя сказать что эта электроэнергия не нужна она нужна на той оккупированной территории для обеспечения жизни людей и часть электроэнергии направляется на юг Донецкой области в том числе и в Мариуполь ну а если так вот посмотреть объективно то линии там перебиты по одной линии идет очень ограниченное количество электроэнергии на юг в сторону Мариуполя на самом деле все это замкнуто в этом оккупированном анклаве и боевики все сделали для того чтобы эти линии были разрушены то есть они надеются вот по большому счету боевики на электроэнергию которая идет из России что ему прощает жизнь во всех отношениях которую собственно на оккупированной территории есть всего 2 тепловых электростанций это Зуевская в городе Харцизке и Старбешевская можно сказать что они способны обеспечить электроэнергией в Донецкой области в оккупированной территории на территории Луганской области нет ни одной тепловой электростанции которая была на оккупированной территорией поэтому ведутся бои за то чтобы все-таки захватить Луганскую тепловую электростанцию в городе В счастье И углегорскую тепловую электростанцию, фронт, который приблизился очень близко в связи с охватом боевиками Дебальцева. Ну и, наверное, последний вопрос. Ваши прогнозы на какие-то ближайшие дни, что говорят ваши люди, которые там в тех регионах, ожидают ли они дальнейшей эскалации самого этого конфликта? Вот ожидания у людей-то какие? Или все-таки надеются, что как-то этот Минск-2 как-то немного... Любого гражданина, которого встретишь в зоне АТО, он тебе желает мира. Откровенно, всей душой, он вам, мне, всем другим, кого встретят, пожелает мира. Они надеются на то, что должен восстановиться мир. Многие разуверились в том, что украинские власти способны обеспечить для них мир и живут в тревоге. К сожалению, многие настолько зазомбированы, что они ждут освобождения со стороны России, со стороны бандитов, боевиков. Не понимая, что рядом разрушены города, полностью стерты с лица от земли. Не понимая о том, что они же сами каждый день видят эту ситуацию. Легко... Ну вот... Вот находясь в Красномейске, в Димитрово, легко можно поймать канал ДНР, российские каналы, которые подают неправдивую информацию. То есть, даже в прифронтовую зону. Так. В нашу. Да, да, да. И промываются мозги. А там по-прежнему нет никакой информации от нас же? По-прежнему никакой информации нет. Больше разговоров. Ну, предпринимаются какие-то попытки, там, еще что-то. Ну, и вот по угольной отрасли. Можем ли мы говорить о том, что, если так пойдет, то фактически у нас и шахты не останутся в Украине? Которые... Ну, смотрите, приведу еще один пример. Этому вопросу надо уделить внимание. Шахта Южно-Донбасская номер 3. Двухметровые пласты. Материнская зольность всего 5%. По серии уголь отвечает мировым стандартам. Коксуешься угли, которые более в высокой цене, чем энергетический и дефицит таких углей в Украине. Очень огромный дефицит с такими качественными параметрами. Но в то же время эта шахта не работает практически полгода. Почему? Потому что территориально, административно, она была подчинена Донецкой угольной компании. Это государственная компания. Руководитель этой компании присягнул на верность ДНР. И он не дал согласия на разделение балансов между компанией Дуэк и шахтой Южно-Донбасской номер 3. Шахта находится на нашей территории, где-то за 35-40 километров от оккупированной территории. И шахта, не получив разделительный баланс, не получила, регистратор не дал ей разрешения. На обретение наш украинский регистратор, министерство юстиции, не дало им разрешения на получение юридического лица, статуса юридического лица. И люди полгода не получают зарплату, последние два месяца там стали чуть-чуть платить. Что происходит? Мы находимся в условиях войны, у нас есть министр юстиции, который красуется по телевидению, пиарится, да, который не может разобраться. У нас есть премьер-министр, у нас есть президент, у нас есть министр энергетики. Они не могут решить этот вопрос. Можно было бы отдельным постановлением кабинета министров принять решение и предоставить этой шахте статус юридического лица. И люди получали зарплату. Там 140 миллионов балансовых запасов углей. Самая новая шахта в Украине. Шахта Краснолиманская подверглась рейдерскому захвату. Мощнейшая шахта, 8 тысяч в сутки добывали, сейчас упали в объем. Это наша государственная шахта? Да, в Краснолимском районе. Шахта Астаханова. А кто ее захватил? Ну, использовали батальоны. И кому она... Олигархи между собой там строят так отношения. И в связи с этим людям не начисляется больничный. Не начисляется пенсионный стаж, потому что не идут отчисления пенсионный фонд. Не числяется деньги в фонды социального страхования. Ну, если есть у нас кабинет министров, если у нас есть Министерство социальной политики, если есть у нас президент, у них достаточно рычагов для того, чтобы развести этих олигархов по сторонам. Для того, чтобы предприятие работало и не страдали люди. То есть есть еще что поделить на Донбассе? Ну, естественно. Шахта Астаханова, 100 миллионов балансовых запасов. Стояло, не подавали вагоны. В то же время на территории той шахты, на одной территории технологической, находится обратительная фабрика, которая контролируется сыном Януковича. Вагоны для обеспечения работы обратительной фабрики подавались. То есть в интересах бизнеса Саши Януковича. А в интересах государства не подавались. Шахта простаивала. Естественно, люди теряют доверие к органам власти. Это очень плохо. Очень плохо. Потому что люди теряют веру в государственность. И люди начинают разочаровываться. Естественно, независимый профсоюз горняков Украины пытается приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия работали, чтобы люди были защищены, чтобы они получали заработную плату. С другой стороны, министр энергетики и угля дал указание охране, чтобы меня не пускали в здание Министерства энергетики и угля. Такое недопустимо было даже при Януковича, при Кучме. Когда профсоюз постоянно был в оппозиции к органам власти и, понятно, достаточно у нас было причин так себя вести. Но сейчас, когда мы по большому счету поддержим эту власть, когда мы понимаем, что в стране война, что готовы все затянуть ремешки на своих поясах, в это же время власть себя ведет совершенно безответственно. Если стоит предприятие, не выплачивается зарплата, не отчисляются деньги пенсионный фонд, фонды социального страхования, остановились блоки тепловых электростанций, остановились другие предприятия, которые не получили необходимую электроэнергию. И в конце концов мы получаем электроэнергию с России по высоким ценам, которые оббирает уже конкретно каждого гражданина. Пусть даже не меня лично, по большому счету, но я купил продукцию, которая произведена в Украине, и там уже заложен этот высокий тариф на электроэнергию, а этот высокий тариф пришел к нам с России. Вот что происходит. Очень важно, чтобы люди это знали, очень важно, чтобы люди это обсуждали, очень важно, чтобы мы могли предотвратить вот такое безобразие и исправить ситуацию. И все. То есть я смотрю на все это оптимистично, что мы способны изменить ситуацию, потому что у нас сформировалось уже нормальное гражданское общество, потому что люди, по большому счету, не молчат, даже если они теряют работу, даже если они теряют последний кусок хлеба, не молчат. Это год назад показал Майдан, это показывает события сегодняшнего дня, когда многие идут добровольцами защищать страну. Власть там где-то сама по себе, а вот люди идут защищать страну. Люди проявляют свои лучшие патриотические качества. И так само ведут себя независимые профсоюзы нашей страны. Вот я получаю постоянную информацию. Вот из Дебальцева вышел наш один активист из добровольческого батальона. Сегодня находится в Харькове в госпитале на излечении. Месяц назад я выезжал, мы нашли тело убитого нашего активиста, патриота, которого убили еще в июне месяце. Мы сами провели расследование, нашли его тело, с почестями похоронили. Многие наши активисты подвергаются насилию. Вот так как Саша Гуров, помните, там ему татуировку срезали, да, чеченец, гражданин России. Эта татуировка изображала герб Украины. Трезуб. Сейчас Сашу Гурова мы устраиваем на работу в Львовскую область на одной из шахт. Саша Вов, который тоже наш активист, подвергся насилию еще в мае месяце со стороны российских граждан, со стороны бандитов, боевиков. И мы его переместили сейчас сюда, в Киевскую область. Потому что психологически после таких насилий, издевательств людям тяжело находиться. И не были приняты меры к тем сепаратистам, которые их сдавали, которые организовывали там вот эти мероприятия, бандитские всякие мероприятия. К ним не приняты меры. Это на нашей территории. А вот украинцы, то есть эти же фамилии известны на самом деле? Известны, да. Они известны спецслужбам, они известны местным органам власти. Естественно, они должны быть известны центральным органам власти. Ну, скажем так, если в Харкове сейчас все-таки органы, центральные органы власти, местные начинают реагировать на ту угрозу сепаратизма, которая существует, чего не было в Донецке в апреле-майе месяце, даже еще в июне, чего не было. Вот мы получили войну, мы получили насилие, мы получили братоубийство. Естественно, необходимо реагировать. Необходимо принимать меры к тем людям, которые сеют войну, которые сеют смерть и горе другим гражданам. Меры необходимо принимать. Государство обязано это делать. И мы все вместе. Ну и самый последний, окончательный вопрос. Вот по неоккупированной территории Донбасса. Вот та история с шахтами, очень сложная, контроверсивная, о которой вы говорили, она связана с переделом бизнеса и собственности на этих территориях? Или это все-таки вот... Это скорее бизнес, или это скорее вот, ну, по незнанию гипотетически? Предел да, но больше всего, как бы, такой легкий способ грабежа. Вот я зайду на твое предприятие, и я там выгребу все, что смогу. Я его развивать не буду. Я там добуду уголь, сколько смогу, потом брошу. Продам. Продам, да. А там несколько тысяч работников и их семьи. С этим предприятием связаны интеграционно другие предприятия. Потому что одно рабочее место в угольной промышленности в Донбассе создает 10 рабочих мест в других отраслях промышленности и в целом в Украине. Поэтому, естественно, важно, чтобы соблюдался порядок, ответственность. И органы власти должны с уважением относиться к собственности граждан. То ли это квартира чья-то, то ли это чье-то предприятие. Спасибо вам огромное. Это был Михаил Волонец, лидер независимого профсоюза Гранюкова. Оставайтесь с нами. Мы ждем следующего гостя. И всего доброго, Михаил. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо, что вы настоящие независимые. Спасибо, что вы с вниманием относитесь к острым проблемам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.